И, в общем, этот человек... Я тебя хорошо представил. Я тебя очень хорошо представил. Поэтому давай, я тебе дам сейчас слово. Я уже час тараторил. Давай я тебе предоставлю слово, расскажи свое видение. Тогда я немножко действительно скажу, поскольку я, может быть, на один час или на два больше в компании, чем Алексей. Не так далеко, но, тем не менее, конечно, 24 часа в сутки я изучаю компанию и ее предложения. И вообще сам изучаю этот рынок маркетинга. Насколько он емкий, сколько в нем денег. Есть ли там гарантированный бюджет, который мы готовы освоить. Я вижу, что там огромный бюджет. Хватит всем, даже если к нам придет сотни миллионов людей. Но вы знаете, что компания нацелена за 3-4 месяца сделать новых подключений людей, не меньше 10% людей, чем есть на Facebook. Но Facebook сейчас 1,6 миллиарда. Это значит, у нас будет минимум 16 миллионов. Таким образом, все мы, так называемые international viewer, это международные зрители, которые будут оценивать те или иные попытки наших рекламодателей привлечь наших покупателей, а также и нас. Почему также и нас? Потому что, наверное, самыми богатыми людьми, просматривающими эту рекламу, будем мы сами. Потому что, получая по 5, по 6, по 10 тысяч, не в месяц, правда, Алексей немножко неправильно сказал, а в неделю, в неделю, конечно, мы будем самыми богатыми покупателем. Потому что, как только человек почувствует, что на его счете есть деньги, на его электронной карте есть деньги, и нужно всего лишь нажать кнопку «Buy right now», он это сделает. Потому что все товары, которые будут представлены, или услуги, которые будут представлены, будет видеть очень узкий круг людей. То есть наши первые international viewer, то есть те, которые будут оценивать, дальше рецензировать, если нужно, рецензировать, извиняюсь, и давать комментарии, то, конечно, когда вы сами проникнете с тем продуктом, которого еще нет ни у кого, то, поверьте мне, сработает обязательно та самая струнка, которую мы с вами часто в себе замечаем. Я хочу иметь такое платье, как нет ни у кого на этом балу. Ну, это к женщинам сразу такое обращение. Потому что они готовы за него заплатить любые деньги, лишь бы оно не повторилось. Ну, и, наконец, к мужчинам. Когда я помню, в Риге приехал первый раз на своем Крайслер в Нью-Йорке, это был 90-й год, когда еще вообще американских машин никто в Риге не видел, то она была одна на всю Ригу. И, конечно, когда я приезжал на ней и останавливался, в этот момент мне было сложно подойти даже к машине, потому что все хотели посмотреть, что там, и настоятельно требовали открыть капот и показать, что же там внутри. Таким образом, конечно, второй, кто подходил, мечтал тоже иметь такой же Крайслер в Нью-Йорке, хотя на сегодняшний день это уже отстойная модель. Все идет вперед. Так вот, посмотрите. Так как есть деньги, это самое главное, и компания готова с нами поделиться и довольно щедро, и оставляет себе огромный запас, который тоже пройдет в нашу сеть, то, конечно же, мы можем с уверенностью смотреть в будущее, что на ближайшие годы, пока, скажем, индустрия рекламы не дойдет до какого-то нового ноу-хау, а новое ноу-хау, наверное, может быть таким, когда к вам будут подгонять вот этот самый необыкновенный автомобиль к вашим дверям, звонить, звонок, отходить на три метра, делать три поклона и говорить, Алексей, пожалуйста, ну сделайте тест-драйв. Вот тогда, конечно, мы будем подтягиваться к их возможностям, потому что уже такого сервиса я не видел. Хотя у нас уже в Америке есть такое. Когда мы идем по большому моллу, то подходят различные промоутеры, я называю их промотайлами, то есть те, которые проматывают деньги, рекламодатели, и буквально всучивают новый айфон. И говорят, если вы возьмете этот айфон, представьте, сколько вас ждет новостей, какие вы получите преференции. Я говорю, вы что, дарите мне его? Они говорят, ну конечно, нам вот дали 10 штук подарить солидным людям. Вы видите, что вы очень солидный человек, мы вам его дарим. Такое тоже возможно, такое уже применяется. Потому что если посмотреть внимательно, себестоимость одного айфона примерно 10 долларов. То, что он продается за тысячу долларов, ничего не значит. Таким образом, они могут подарить вам и один телефон, и два, и три, и дать вам трафик бесплатный. Таким образом, нет лучше рекламы, когда я получил что-то в подарок, во-первых, это уже для меня радость, а во-вторых, я начинаю им пользоваться, потому что они меня фактически вынудили, хотя я не очень люблю айфоны. Так вот, посмотрите, что происходит. Если мы все-таки говорим о концепции компании и о ее перспективе, то это то, о чем мечтали многие рекламщики, я их пока так назову одним словом, много лет. Сегодня, после вчерашнего интервью, мне позвонило как минимум 10 человек из рекламных агентств, которые работают со мной в разных других программах на протяжении 20 лет. Они сказали, ну ты снял у нас с языка идею. Мы же уже давно бьемся, чтобы пробиться к целевому покупателю, к целевому пользователю, чтобы знать его привычки, его вкусы, его возраст, где он живет, куда он собирается в отпуск. Все мы должны знать, чтобы ему предложить тот или иной товар или услуги. А нам никто об этом не говорит. Регистрируются на большие имена, делают, что хотят, скрываясь от нас всячески, поэтому мы все время пытаемся каким-то обратными связями вызнать, наконец, тайну, что же это за человек, он реальный или он нереальный, и принести к нему то, что он реально ищет. Так вот, внимание, мы с вами хоть и тестировщики, но мы тоже будем иметь определенный возраст, рот занятий, все, что очень интересует изготовителя товаров или услуг, программ или игр, или, скажем, каких-то учебных программ и так далее, и так далее. Для чего это им нужно? Потому что, когда вы просматриваете рекламу, тест какой-то программы или игры, или еще что-нибудь, так называемый, digital product, то, конечно, вы, как заинтересованное лицо и знаток, скажем, в этом деле, можете дать точнейшие комментарии, вы можете подсказать все ошибки, которые допустили, скажем, в данном случае создатели рекламы, потому что, как Павел, ее создают, либо методом аутсорсинга, то есть кто-то частично где-то какие-то детали изготовил, менеджеры собрал, что-то получилось криво-косо, и они вот это криво-косо не хотят поставить сразу на публику, а хотят, чтобы доверенные лица, которые все просмотрят до запятой, с предвзятостью, оцененные в 25 долларов в час, не меньше, а то еще будет дополнительная оплата за то, что мы очень предвзяты и дали анализ. Так вот, после этого, когда мы, заинтересованные лица, посмотрели с вами все, четко объяснили, пояснили, где ошибки, после этого ничего не стоит сделать такую рекламу, которая покорит миллионы людей. Вы знаете, что в каждой стране, даже в маленьких странах, выживает 2, 3, 4, 5 миллионов человек. Ну, в каждой из ваших стран это либо десятки миллионов, либо сотни миллионов, как, например, в Америке 330 миллионов. И если какая-то реклама выйдет с ошибкой и испортит такой рынок, как 330 миллионов, это может поставить компанию на грань разорения. Даже ее первый тестовый продукт может быть никем не принят. Даже если они изготовили тестовую партию, она так и будет продана у нас на Аверстоке за копейки. Поэтому может быть похоронена сумасшедшая идея только из-за плохой рекламы или из-за плохого изучения рынка. Как вы понимаете, когда мы являемся тестерами или ретензорами, то мы с вами изучаем рынок. Так как мы живем в этих странах, мы знаем, что нужно нам, могли бы, скажем, эти товары или услуги улучшить нашу жизнь, нашу, первую, конкретно нашу. И таким образом они будут знать, улучшит ли это, скажем, качество жизни будущих потребителей, к которым они обращаются. И если это будет так, действительно все сделано здорово, то их ожидает огромный успех. Вы же знаете, когда товар точно изготовлен под нужды потребителя, это миллиардные продажи. Посмотрите тот же самый успех компании Tesla, той же компании Apple, и других компаний, которые дают продукт, изучив его очень внимательно. Каждый новый iPhone выходит после того, когда его протестируют минимум несколько десятков тысяч человек. Они, правда, иногда забывают эти телефоны в банах, и потом все говорят, что это за новый телефон, который никто не видел. Но это мы уже знаем, такие случаи. В нашем случае, посмотрите, мы не тестируем товары, то есть не держим в руках ничего. Все это digital product, поэтому нам не нужно ни закупать его, ни отправлять по почте, ни хранить, ни кому-то его показывать. Это полностью e-commerce, электронная коммерция. Таким образом, протестируя те или иные услуги, сайты, продукты, мы фактически смотрим только на их изображение, на их технические данные, и уже представляем себе, как бы это могло улучшить нашу жизнь. Итак, о рекламе можно говорить часами, годами, потому что созданы целые институты по тому, как же дойти до сердца человека. До нас, до нашего сердца, дойти очень просто. Перечисляйте, пожалуйста, нам каждую неделю деньги на наш PayPal или кредитную карту, и вы считаете уже нас покорить. Таким образом, если мы будем регулярно получать деньги, как и описано в предварительных условиях компании, до 25 долларов в час американцы, а вы, например, находитесь в Украине, и вам посчастливилось, что ваши одноклассники выехали в США и тоже готовы работать 10 часов, только теперь помогая уже вашему кошельку, каждый их час будет оценен для вас по максимуму, независимо от того, где вы живете сами, потому что будет браться процент от дохода того человека, в какой стране он работает. И если это страна с высоким коэффициентом зарплаты, то есть зарплата умноженная в два раза, вот такой коэффициент применяет компания, если, скажем, у нас 12 долларов в час, поэтому и родилась цифра 25 долларов в час, то таким образом вы, строя себе команду по всему миру, будете получать различные комиссионные, в течение дня их может быть десятки и сотни комиссионных, так как учет будет вестись каждый день. Каждый день вы видите в кабинете, что у вас будут прибавляться деньги, но итог подводиться будет в конце недели. 5 часов эстертайм в США время, мы будем подводить итоги, компания видит, сколько каждый из нас заработал, и мы можем сделать запрос на вывод, который по предварительным данным будет доступен нам на следующей неделе. То есть фактическая задержка зарплаты, грубо говоря, будет две недели, чтобы это вы понимали. В эту пятницу подвели итоги, вы знаете сумму, заказали ее на вывод, теперь компания выводит, я вам скажу почему, миллионам и миллионам и миллионам пользователей в порядке очереди выводит деньги на их счетах. Таким образом, это соответствует как бы норме оплаты труда в США, где каждый день, вернее, каждую неделю рассчитывают человека его зарплаты, выписывают ему чек, который он может предъявить в банк в течение двух месяцев, в любое время. Так что мы с вами будем оплачиваться, так как оплачиваются здесь все работники. Нас больше всего интересуют сейчас доходы. Итак, доходы будут следующими. Как уже озвучил Алексей, самый простейший план 25.5.1, к которому сейчас мы все стремимся, будет, как называется, сдобрен еще одним предложением, которое сейчас, пока вы видите, просто скромным словом «бинар». Скромное слово «бинар» и пустые цифры, то есть номера, которые у вас откладываются сейчас в правой стороне, в вашей внутренней ноге, пока не активированы, и по моим данным, они будут вторым этапом запущены в наш маркетинг, что даст, скорее всего, зная «бинар», еще больший доход, чем мы с вами получаем от реферальных ссылок. Так как любой «бинар» это весь объем вашей слабой ноги, она может у вас бесконечной. Вот, например, такие лидеры, как Алексей, у них уже в слабой ноге может быть несколько сотен, а завтра и несколько тысяч человек. И если каждый из них даже будет просматривать, пускай один час в неделю, я понимаю, что это абсурд, когда платят 25 долларов, упорно не подходить к компьютеру и не смотреть два часа хотя бы. Поэтому, конечно, это будут огромные деньги, которые будут начисляться каждую неделю. Поэтому, если мы все-таки дождемся вот этого праздника души «бинара», то, конечно, наш интерес к просмотру рекламы будет еще выше, потому что это будут дополнительные деньги, которые, как сказал Алексей, зарезервированы в доходе компании. Все-таки из 90 долларов 40 долларов выплачивается right now, то есть 25, 5 плюс 10 по всей сети, и 50 долларов остается в компании на их доходы, расходы и будущие планы, которые они могут внедрять как бонусы, как бинар и так далее, и так далее. О чем это говорит для нас с вами? Каждый, приходя в компанию, должен видеть, какие же перспективы он имеет. Это компания на день, на два, на год. Я сегодня прочитал письме для лидеров, что компания имеет 5-летний план развития на первые 5 лет. Компания имеет планы войти в топ, так называемый Fortune 500, это Fortuna 500, это лучшие компании, которые торгуются на New York Stock Exchange и входят как бы в список вот таких, называют еще голубые фишки и так далее. Так вот, посмотрите, если компания в течение этих месяцев побьет все рекорды входа в компанию, она уже идет к тому, что побьет рекорды даже Twitter. Twitter за два с половиной месяца подписал миллион человек. Мы планируем и компания видит, что все это идет таким же развитием, что у нас миллион будет меньше, чем за два месяца. Плюс ко всему этому успеху, который мы имеем сейчас, это невиданный успех в продвижении Digital Product, то есть электронной коммерции. Так быстро ни одна компания электронный продукт не продвигала. За 60 лет история не знает каких взлетов, как сегодня есть у THW Global. Поэтому мы с вами находимся в принципе в историческое время, так как все, кто сегодня на вебинаре, это люди, которые попали или попадут в первые 160 тысяч. Но такое 160 тысяч для населения мира всем с лишним миллиардом. Это еще только самое-самое начало. Таким образом, те, кто будут ожидать, как получится у Алексея, как пойдет бизнес у Ричарда или у других миллионов людей, конечно, они будут потом кусать локти, но вы знаете, самое недоступное место на теле это локоть. Поэтому мы говорят, что кусать локти неудобно. Лучше подписаться или как у нас есть такая шутка, я вам ее скажу, когда, скажем, Америка это очень вооруженная страна, у каждого человека есть свое оружие. И вот здесь есть такое общество, которое защищает любителей постремляет. Вот у них стоит такой плакат. Лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и говорить, кто там. Поэтому лучше подписаться для гарантии подписаться еще раз, для будущей гарантии подписать всех членов своей семьи и всех своих друзей, а потом спрашивать, кто там, то есть какая компания пришла. Поэтому я думаю, что вы это очень хорошо оцените, что под каждой шуткой есть доля правды, компания на 90% готова к запуску, как сообщили мне в телефонном звонке, и поэтому возможно, как и планировалось ранее, в июле, в начале июля, точное число я не могу так гарантировать, как они говорят, потому что я знаю, что могут быть чисто технические сбои, но нас ожидает супер-супер сайт. Это Алексей как техналь, поймет, что такое супер-супер сайт. Я правда пока только в ожидании. Я думаю, что это будет что-то такое сверхъестественное. В нем будет очень скоростное подключение. Вы видите, что сейчас даже на предварительном старте каждый час записывается около тысячи человек. Тысяча человек в час. Это сколько должен обрабатывать серго поступлений, тем более тех поступлений, которые делают нетерпеливые наши будущие пользователи или таким образом. Они вводят свои данные и в нетерпении получить отзыв от сайта жмут на эту кнопку со скоростью 60 нажатий в секунду. То есть как радистка Кэт. Это представляете, сколько вы посылаете запросов, чтобы сайт ответил вам всего лишь одним. Ваше предложение принято. Поздравляю. Не надо нажимать так много. Нажмите один раз и ждите. Должно пройти несколько хотя бы секунд, чтобы ваш запрос был принят и вам пришел обратный ответ. Если вдруг в течение часа вам это не пришло, делайте повторно, только используйте пожалуйста Gmail, так как у различных серверов нет будущего, так как блокируют внутренние провайдеры, внешние и так далее, и так далее. То есть получается, что человек и готов, и все сделал правильно, но из-за вот этой внутренней блокировки ваш долгоштабный аккаунт и ваши реферальные ссылки не проходят. Потому что вы не должны сейчас думать о том, правильно я зарегистрировался или нет. Помните, лучше больше, чем меньше в данном случае. Все пустышки будут убраны, они не будут вам мешать, потому что как только сайт запустится, его поставят просто на очистку и проверят те счета, которые неактивны. Например, вы делали пять попыток, и из них только шестая удалась. Таким образом, вы начали на ней активность, и это видно по вашим рефералам. Например, вы в первый день пригласили уже 100 человек, это же ясно, что вы активны. Поэтому, конечно, этот счет будет оставлен. А те первые пять, которые пошли в мусор, конечно, они будут выброшены из сети, эти номера аннулированы, и таким образом вы будете только в одном числе. Просьба все-таки с одного IP-адреса делать одну регистрацию на тот случай, чтобы не получилось так, что автомат, который будет проверять потом ваш рекаунт, вдруг сочтет вас за фрод. То есть, фрод это когда вы жуличите для получения излишних выгод от компаний. То есть, один играю на десяти счетах. Это всегда было плохо и для рекламных компаний особенно. Поэтому, давайте, с самого начала, так как мы уже пришли в этот проект, что называется первые, то тогда давайте будем учитывать, что это огромный минус, когда заказчик видит, что IP-адрес один, а пользователей заходит много. Ну, когда это семья, это понятно, но бывает вот такие у нас специалисты хотят многие мечтания продать. Мы сейчас будем стараться все ошибки исправить с вами до официального запуска. Для чего это нужно сделать? Чтобы, когда мы уже придем и начнем ожидать первые комиссионные, то у нас уже к этому моменту должны быть все системы платежей. Пока я вижу, что обнародован на сайте наших лидеров это Paypal, это все кредитные и дебетные карты, это Bitcoin, это скорее всего следующие будут Payser, но так как я Алексею дам как своему одному из мощных лидеров ссылку, и он будет смотреть там тоже новости пока на английском, но он будет видеть, какие системы добавляются, то, конечно, он на своих вебинарах и будет вам объявлять их. Я, к сожалению, не часто смогу отвечать на вопросы, но сейчас я готов ответить на два-три вопроса эксклюзивно, пока я здесь. Во-первых, спасибо, Рич, во-первых, выделил время и порадовал на своем присутствии, тут пока, пока, ребят, вы пока пишите вопросы, я посмотрю, какие там действительно интересно задать Рич. Просто вчера буквально у меня в командном чате с Дрю сбрасывают информацию, интервью одного из учредителей типа THW Global Ричарда Дилинга. Я говорю, ребят, во-первых, понимаешь, пошла информация, что будет верификация по поводу там с этими по паспортам, загранпаспортам, там еще, что будут чистить, что будут 50 человек, 50 тысяч человек только в каждой стране, остальные будут отсеивать, типа, ничего этого, ребят, нет, Ричард не является учредителем, да, просто вот суть в чем, понимаешь, вот один человек какой-то скидывает, то есть информация остается, да, а источник забывается, и потом все будут думать, что вот есть такой Ричард, оказывается, он тут, может, Ричард бы и не проще как бы, да, стать там во главе, вот, но тем не менее, то есть, ребят, Ричард не является, Ричард просто является партнером, активным лидером, да, этой компании, ни больше, ни меньше, вот, поэтому, то есть, если у него есть какая-то информация, да, он делится, либо вот так вот в нашем режиме, да, и нет, давайте не будем сейчас переливать из пустовых порочней и создавать себе проблемы на ровном месте, то есть, причем те проблемы, которых нет, потому что народ уже здесь, я смотрю, а у меня нет загранпаспорта, все, мне тут ничего не западет, нет еще этой проблемы, ребят, ее нет вообще, вот, а вы ее пытаетесь решить, а ее нет, вот, то же самое, там, никто никого отсеивать не будет, вот, Ричард только что сказал, просто неактивные аккаунты удалят, если у вас несколько аккаунтов, ну, я знаю много людей, которые зарегистрировались, каким-то чудом их угораздило через Майл.ру, да, и не доходят эти письма и так далее, им приходится перерегистрироваться, ну, ничего страшного, просто вот эти аккаунты, которые там на Майл.ру и остальных таких вот некачественных, скажем так, в кавычках, не хочу ругаться, матом, да, некачественных сервисов, вот, ну, их уберут просто-напросто, удаление мусора, вот, поэтому не, не нужно, не нужно сейчас там изобретать велосипед, и пытаться решить проблемы, которых нет, вот это, вот это очень важно. Вот, ребят, пока вы тут пишете, вот, значит, есть такой вопрос у меня к вам, я так понял, так как ажиотажа не было от услышанного, я понимаю, что практически никто из вас не знает, что такое беда, беда, ребят, что такое сила беда, они из вас, походу, не знают, потому что, потому что, потому что, беда, на самом деле, позволит вам получить гораздо больше даже, чем вот, ну, вот я, допустим, от беда, да, в своей структуре, у меня там уже больше тысячи человек, то есть буду получить гораздо больше, чем, чем те цифры, которые я вам показывал сегодня на презентации, даже, даже, если беда будет составлять пять процентов, я, потому что я получаю, буду получать пять процентов, в случае, если пять, никто не знает еще, сколько это будет, да, но в случае, если это будет даже пять, а это по меркам беда, очень мало, да, так, давай, давайте говорить честно, это очень мало, поэтому, может быть, будет десять, может быть, пятнадцать, никто не знает, мы сейчас пальцем в небо тыкаем, но просто, даже если это будет пять процентов, но те цифры, которые я вам показал, что вот я уже теоретически, как бы, да, достиг, пока я их не достиг, живую, но теоретически уже, как бы, достиг, то есть это будет, последствия с тем, что будет от бинара, это будет, ну, половина, в лучшем случае, а то и даже четверть, потому что бинар, это, потому что там пять процентов от оборота, от полученных денег, всей структурой, моей меньшей веткой, меньшей ногой, то есть я давайте, наверное, завтра покажу, как это все выглядит, уже там нарисую вам, потому что реально люди просто не, значит, если вы так вяло отреагировали на слово бинар, значит, вы просто не знаете, что это такое, я сто процентов в этом уверен, вот, и моя задача вам это показать, значит, так, тогда если можно, если можно, я пожелаю людям шикарного быстрого старта, встретимся на лучших пляжах мира, когда вы уже будете готовы прилететь, куда мы там договоримся, на какой-то ближайший ивент, и поверьте мне, так как сейчас компания стартует, еще информации так мало, это для вас и плюс, и минус, плюс вы помните о том, что никто не знает об этой информации, все только чуть-чуть что-то слышали, а минус, конечно, в том, что мы еще не получаем с вами комиссионные, но я думаю, мы можем потерпеть пару недель, чтобы в конце концов начать их получать, так как первые запускаются штаты, это 50 тысяч, следующие страны запускаются, когда будет 50-250 тысяч, между этим, скажем, количеством, но вы получать будете тогда, когда у вас уже заработали другие страны, если они запущены, значит, вы уже получаете как реперал, так и за глубину 10 вниз, может быть, вы не можете смотреть сами, как в ЮЭР, но это все придет, как только запустится ваш регион, я вот сегодня получил много вопросов, будут ли объединяться маленькие страны в один регион, чтобы скорее запуститься, логично, да, потому что есть страны, такие, например, как Латвия, 2 миллиона, ну что это за страна, это еще пока так, Болгария, например, и так далее, маленькие страны, скорее всего, да, но я задам сегодня при телефонном разговоре этот вопрос, будут ли планироваться объединяться вот эти маленькие страны в некий регион, скажем, там, Евразия, или просто Европа, или еще как-то, чтобы как можно скорее, могли начать просматривать и зарабатывать вот эту первую до тысячи долларов, а все остальное уже будет работать в зависимости от того, где у вас структура, или она у вас в Америке, или она у вас в Европе, я вижу, что очень быстро создаются международные команды, мне уже пишут на китайском, привет, наверное, говорят, поэтому я надеюсь, что и у вас так же интенсивно все растет, так же, Вичард, я отложу, можно, вам пожелал всего хорошего, Алексей может продолжить, секунду, тут к тебе вопрос один, один, конкретно к тебе, по поводу трафик монсуна, значит, что ты вчера где-то там упоминала, что эффективно рекламировать, я, то есть, давай, зачитаю просто, Вичард, поясните, пожалуйста, как можно реферальные ссылки с видео размещать на ресурсе трафик монсун, о котором вы упоминали вчера на вашей видеоконференции, эффективно ли это для продвижения проектов и в Google. Вот смотрите, я сам на трафик монсун рекламируюсь уже год, я вижу, что где-то на третий месяц, после того, когда я запустил все свои лейдинги, то есть лейдинг, это ваша ссылка, это ваше видео, такое короткое приглашение, я вижу, что это очень эффективно, так как люди, тем более сейчас, видят первый раз, если вы на трафик монсун ставите свое фото, чтобы вас узнавали, это все равно, что ваша визитная карточка, и таким образом, так как там на один пэк 50 долларов, у вас тысяча заходов на ваш лейдинг, на вашу ссылку, то естественно, я даю туда все свои проекты, чтобы у меня приходили, вот так сказать, холодный рынок из трафика монсуна и из других проектов. Здесь, здесь тоже будет возможность размещать свои рекламные ролики, так как делают это и обычные рекламодатели, которые платят сейчас вашей компании по контракту, с которых мы получаем такие вот деньги. Вы помните, ролики-то довольно короткие, то, что вы смотрите целый час, это не означает, что вы смотрите один ролик, это вы будете видеть, может быть, 20, 30, 40, 50 роликов за час. На самом деле, для рекламодателя это не такие большие затраты, как мы думаем, но это очень эффективно, так как смотрят заинтересованные лица, так как без пикбэка, то есть обратного отзыва, не будет считаться, что вы посмотрели, что вы в них, что вы действительно это видео восприняли душой и телом. Таким образом, на Трапик Мансуни и других ресурсов, я всегда рекомендую давать рекламу по той причине, что рекламы много не бывает. У нас в Америке есть такое правило, если вы пришли рекламироваться, то вас замечают на третий месяц. Если вы ушли из рекламы, вас забывают на второй день. Так что вот видите, вход на Олимп длительный, а слет с Олимпа в один день. Вот только вашей рекламы нет и вас уже забыли. Поэтому такие компании, как Coca-Cola и другие компании, они тратят миллиарды долларов на рекламу, хотя их знает весь мир. Потому что они знают это правило, нельзя уйти из рекламы. Поэтому все заложено в бюджет. Я рекомендую, а вы уже, Саня, выбираете, как вы будете продвигать ваши ссылки. Единственное, что хочу предупредить, никакого спама. Уже компания как бы сделала договора со многими почтовыми серверами, в частности с Gmail, чтобы были подтверждения, чтобы не допускать спама вот этих авторов ссылок писем и так далее, и так далее. Здесь, поверьте мне, очень легко привлечь людей. Потому что колоссально выгодные условия. они беспроигрышные. Даже ребенок может рекрутировать, но, правда, ему должно быть чуть больше 21 года. Хорошо. Хорошо, Рича, спасибо большое тебе. Я тебя не буду больше затянули. Я на все остальные вопросы, а не в принципе технического характера я отвечу сам. Спасибо тебе еще раз, что ты был. Я тебя так иногда буду потягивать. Хорошо. Спасибо, Рикик. Давай, пока. Так, ребят, теперь я отвечу быстренько по вашим вопросам, они больше технически. Значит, динамические IP можно вообще без каких-либо проблем. Просто регистрируйтесь, ничего в этом такого нет. Никаких проблем нет. Значит, чтобы вы понимали, есть помимо того, что есть информация о IP вашем, есть еще информация о MAC-адрес компьютера, который тоже является уникальным. Также есть куки, кэш и так далее. Поэтому это не значит, что если вы взяли компьютер и перешли, подключились к другой точке Wi-Fi, то вас компания не идентифицирует как своего партнера. То есть не думайте, что смена IP это панацея для того, чтобы завести несколько аккаунтов. Нет, это не так. То есть это, если уже на то пошло, то это комплексный процесс. Так что динамические IP вообще ни на что не влияют. Пожалуйста, пользуйтесь сколько угодно. Значит, возможно ли будет верификация по российским паспортам? Еще раз говорю, нет пока информации о верификации. Ее нет. И возможно верификации не будет. Поэтому только что об этом говорил. Нет, значит, по поводу карт Сбербанка. Это точно такие же карты, как и приватбанк и так далее. Тут не важно какой банк, тут важно тип карты, да, виза, мастеркард. Вот эти виза, мастеркард по-любому будут применяться, то есть вам не важно. Вот. Единственное, что может быть, может быть, вам придется открыть там долларовую карту. Ну, хотя, в принципе, я знаю, по Украине, то есть мне на гривневую карту приходили долларовые переводы, они сразу конвертировались в гривну. Поэтому проблем, я думаю, в этом не будет. В крайнем случае, откройте себе долларовую карту. Я не знаю, как в России, в Украине это сколько копейки. Так, значит, Аида, вижу, вижу ваш вопрос, я его давно видел, просто надо было правильно ответить. Значит, смотрите, по поводу, что вам нужно сделать сайт презентационный на турецком, да, и организовать вебинары, вы владеете турецким, это все здорово. Я не знаю, в чьей вы команде, если вы в моей команде, свяжитесь со мной, я попробую вам организовать, даже выделю вебинарную комнату и попробуем это все дело организовать. Если вы не в моей команде, я не знаю, обращайтесь к своему лидеру, потому что я не являюсь официальным спикером компании. Ричард тоже не является официальным спикером компании. То есть никто не оплачивает мою деятельность, ничего, я это делаю суббук на своем личном энтузиазме, на свое личное время, да, никто мне это не оплачивает, это моя личная инициатива. Поэтому, если в моей команде появятся люди, которые готовы, я сейчас стремлюсь к тому, чтобы вот этот вот костяк, да, создать, который будет там, проводить вебинары, презентации и так далее, да, популяризировать, то есть заниматься серьезным бизнесом, с серьезным отношением к этому, то я с удовольствием, да, как бы, именно на это делаю ставку. Вот, потому что рано или поздно люди в интернете закончатся. Это по-любому. Данный проект рано или поздно они закончатся. Значит, за карту Сбербанка я уже сказал, Аида только что ответил. Так, бинар. Значит, бинар, ну, да, давайте, давайте, говори, не знаю, вещи своими именами, бинар будет. То есть пока компания об этом объявила поверхностно, да, так скользь, но бинар будет. Я вам говорил, что есть задел 50 до 50 долларов за час работы каждого человека и с этих денег будет действительно бинар. Но будет ли он к старту? Скорее всего, нет. Он будет позже. Вот. И, но он будет. И это, это феноменальные деньги. Это гораздо больше, чем я вам показывал сейчас на всех слайдах вместе взятых. Потому что если здесь привлекать людей, строить команду, а это сделать здесь реально плевое дело. То есть, я не знаю, это надо только спать и то я сплю, у меня все равно команда растет. Для начала я приложил условия, но я сейчас сплю очень мало, очень мало, поверьте. Вот, потому что просто не спится, хочется сделать что-то больше. Вот. И дальше. Бинар. Давайте такая информация будет. Будет, когда он будет, пока сложно. К запуску, скорее всего, не будет. Сказал Ричард, вторым этапом каким-то будет. Вот. И Любовь, как же он выстроится, если сейчас все в одной ноге? По предварительной информации нам дадут возможность расставлять людей самостоятельно. Понимаете, вообще преимущество, То есть у нас будет две ноги, грубо говоря, и вы можете их расставлять как вам удобно. Соответственно, вы сможете, что такое бинар, в двух словах. У вас есть, у вас люди делятся на две структуры, правая и левая. Если у вас, вы бинар получаете от меньшей структуры. Вот, у вас структура справа, структура слева. Это называется ноги. Вот. Если у вас, допустим, оборот в левой ноге, берем там 10 тысяч долларов, а в правой ноге 50 тысяч долларов, то получается левая нога, там где меньше, у вас меньше, правая, там где 50, там больше. Значит, соответственно, вы получаете 10, с 10 тысяч долларов, определенный процент. Какой он будет? 5 процентов, 10 процентов. Неизвестно сейчас, но, может, это будет даже больше 10 процентов. Неизвестно, но. То есть вы получаете от 10, тысяч долларов от меньшей ноги вы получаете допустим пять процентов 500 долларов и получаете только за то что вот такую ногу выстроили так ну так пальцем небо сейчас пять процентов это минимум это даже так честно даже даже меньше минимум это будет однозначно я не могу сейчас точно сказать она такой больше вот поэтому и это все дополнительно к тому что вы получаете там и получать а что такое доход 10 тысяч это если каждый из вас из ваших приглашенных будет получать до 1000 долларов в месяц то соответственно если у вас 10 человек в меньшей ноге то вот уже получается до 10 тысяч долларов 10 человек и 500 долларов дополнительно грубо говоря это также тоже пальцем нет с этим какой там доход я честно говоря я все остальное посчитала бинар я даже я даже в калькулятор даже не брал потому что мне страшно видеть эти цифры не настолько очаровательны так 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 спасибо спасибо вижу вижу так как будет определять возраст ну сложно сказать опять таки может быть будет верификация может и не будет информация нет просто но опять-таки кто давно в каких-то проектах участвует там везде написано там часто это завершается от 18 лет по факту никто никогда не проверял я не видел ни разу нет в одном проекте требовали верификацию или там в двух проектов требовались верификации но по факту просто не обязаны об этом заявить проверять будут не будут пожим увидим пока не знаю так 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 по поводу налогов и налоги если хотите платить и сами компания работает сша и абсолютно все равно что у нас есть происходит в снг она никому эти данные не сливает это ваше личное дело хотите заявляйте в налоговой декларации что вы получаете там доход дополнительный в таком-то объеме это ваше личное дело вот не хотите мне не отмечать значит таида я вижу как вы найдете в команды сама тела не проблем я не знаю я не знаю практически все люди которые у меня команде не знают что они у меня помогут ну что я изначально так это все организовал потому что я понимаю что люди через три четыре пять колен до могут и не подозревать что они вообще поэтому я стараюсь сейчас всех объединить сообщаться еще дополнительно так почему значит почему с 21 года смотрите почему 21 года потому что в сша совершеннолетие считается 20 вот 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 весь ответ компания сша на так каунты будут отсеяться с и меньших примеру 10 20 то не будет никто вас от сета что вот вот опять алекс руси не кстати алекс если не ошибаюсь конкретно у меня помню в первой линии значит по поводу отсева никто не будет никого отсевать будет просто удалять неактивные аккаунты если вы зарегистрировали аккаунт допустим вот вы вот конкретно вы его берем вы зарегистрировались сейчас да потом забросили и вообще не заходите в этот аккаунт месяц-два компания смотрит этот аккаунт зарегистрировался но ни разу не помимо не заходил него просто чистят удаляют зачем это зачем в базе данных лишние данные которые грузят систему она не надо то есть если вы мусор получать ваш аккаунт это мусор в данном случае да он не приносит компании ничего вы его не заходите не зарабатывать деньги забыли за него никто не знает что с вами произошло ваших он просто удаляет поэтому это нормально абсолютно ничего такого от тела никакого не будет будет просто удаление неактивных аккаунтов не активно аккаунта готов который не на котором никто не будет зарабатывать там какой-то промежуток времени и это будет сделано не сразу это сделано как минимум два-три месяца после старта так поводу лишних вопросов у налоговой значит естественно что они могут приват и сбербанк особенно приватбанк это самый двинутый банк несмотря на то что он самый крутой банк в украине по каким-то техническим моментом я обожаю его за его технический технического составляющих но это самый не хочу ругаться плохой банк вообще в мире наверное по качеству обслуживания по вообще отношению к людям и так далее если не если на ваш счет приватбанке придет 10 тысяч долларов или 20 тысяч долларов поверка них заблокировать естественно поэтому то есть счет приватбанке можно использовать там допустим для получения конкретно оплаты за это и в принципе счет банковский свой карту используйте для получения личных средств либо выводить ее на офшорной карты то есть пока нет вопроса по поводу вывода средств опять-таки смотрите ричард озвучил я руками ногами за это это лучше чем даже вывод на карты вывод на bitcoin это в сто раз лучше никаких вообще никто не знает кто вы в данном случае при переводе что вы никто их не может отследить ни одно правительство мира не сможет наследить вашу операцию никто не знает кто вы в какой вы стране живете и так далее вы получаете эти биткойн меняйте через обменник на сколько столько сколько вам нужно любым способом получать эти деньги тратить либо оплачете прямо биткойнами в магазинах уже и в россии в украине это можно уже оплачивать некоторые товары биткойн это еще лучше даже так что тем же приватом да и танцбер банком не строчим все что больше пяти тысяч долларов в месяц для старайтесь не привлекать внимание до пальца офшорными картами когда дойдет дело до этого я обязательно об этом всем расскажу это недорогое удовольствие там в разные компании там от 10 до 40 долларов в год это стоит вам приходит просто на почту вы заполняете данные приходит офшорная карта банка с вам на него приходят деньги вы заказываете деньги пришли в любой банком от мира до 3000 долларов или некоторые до 5000 долларов в сутки снимайте себе без ограничений все оплачивать там до 10 тысяч долларов можно покупки сутки или даже больше все там петит или даже трех тысяч долларов в сутки вполне достаточно для очень достойного существования так так алена вот вы кстати вот не неправильно рекомендуйте человеку да что если не найдете кто спонсор и так далее значит кто спонсор вы можете найти в письме которое пришло вам на почту вместе с вашими реферальными ссылками там есть контактная информация о вашем спонсоре так да не мутить он не создавайте проблем которых нет реально здесь очень много вопросов очень много тех которые вы перечислили значит в каком режиме будут проходить презентации презентации если мои да вот вебинары то вообще как бы каждый день каждый подведение провожу остальное я не знаю честно я не знаю чем вы спросили поэтому единственное что я сейчас подумаю завтра наверное начну я уже говорил начале что надо как-то узнать людей какое время лучше всего и потому что в записи мне их смотрит огромное количество людей а сейчас видите 61 человек смотрит на вебинарной комнате и сколько и 55 человек смотрят на ю тубе то есть это всего 110 больше 100 человек поэтому я чуть-чуть скорее всего смещу время об этом я скажу пока пока у нас шесть часов вечера каждый так недавно была информация что биткоины в россии запрещены будет мне кажется нет нет такой информации это была попытка но речь не идет о биткоина чтобы понимали сейчас очень многие правительстве в банковской сфере да будут перенимать опыт и технологию это блокчейн на которой работают bitcoin мало того вылетела из головы где-то на севере в россии строится сейчас подземные подземные майнинговый центр самый большой в мире в россии у вас на россии будет строится самый большой в мире маленький центр который будет генерировать эти биткойн поэтому почему где-то где-то совсем я не помню сейчас если будет интересно там где-то информацию расскажу подробно вот вообще битку за биткойном очень большое будущее так что все нормально не переживайте еще раз говорю биткойн позволяет быть абсолютно анонимным и никто не узнает что вы эти деньги получили на бизнес биткойны что их получить конкретно так что никаких проблем в этом никто не знает что чтобы это вы так спонсор тоже новичок ну спросите у спонсора я не знаю ну просто я не могу просто так взять посторонние человека я за себя сейчас я не знаю кому вы там привязаны делаю что мне сложно так вот так повторы желательно смотрите у меня смены так ну вы смотрите вот все эти вебинары они сразу идут записи в ютубе сразу мы прямо сейчас даже я еще вещаю вы можете себе назад это можете все делать поставить на поставь меня на паузу вы можете вот соответственно по той же ссылке я еще какое-то время эти вебинары еще можно посмотреть потом на ютубе вот вообще как бы вебинары лучше смотреть в онлайне сейчас 20 я не сказал значит те люди здесь по уже компания кстати скажите мне просто я всем посетителям вебинары независимо от того моей не в моей структуре даю бесплатные инструменты для развития значит что это за инструмент это сайт видео ловушка то есть вам генерируется видео ловушка что она себя представляет это ваша реферальная ссылка в системе еждал перейдя по которой человек получает не просто реферальную ссылку в ее привычном виде а еще перед ней грубо говоря открывается на перед этим человеком каться дополнительно видео которое рассказывает в двух словах ролике рассказывает о том что это за компания какие у нее преимущества и так далее поэтому если вы хотите получить такой инструмент он усилию многократно ваш интерес грубо говоря к проекту то у человека который смотрит эту страничку то есть у нее задача основная это зарегистрировать человека все сделано для того чтобы через если есть желающие получить ее мало ли все смотрят тоже и получил если есть желающие получить пожалуйста напишите сейчас чате что надо включить это до включил он кнопочку сможет заполнить форму и уже через полчаса грубо говоря получить уже эту видео ловушку вот если такие желающие есть напишите да есть включите кнопку и я его хочу вот если нет туда включать и не буду вот потому что я как бы хотелось бы меня включать непосредственно только момент вебинара дает полчаса час после после него вот есть надо раз сергей раз сергей сказал что надо надо включать так 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 сейчас секунду кнопка появилась ночью не обновился с полной часов перезагрузится немножечко страничку значит то есть те люди которые независимо в чьей в команде просто берете там без каких-либо дополнительные там дополнительная реклама так далее просто хорошее видео которое кстати тоже создавал я хороший сайт вот сайте уже появился повод видео сразу видите кнопочка форма заказа сайта все нажимаете и обязательно важно очень важно читайте что там написано вам на почту не придет ваша ссылка вы должны будете скопировать изначально сейчас и под стать просто потом свой логин и через пять минут через десять минут просто проверьте сработает работает не работает значит подождите еще я не думаю что сегодня будет много людей поэтому много заявок очень много уже было создано больше тысячи заявок уже было обработано вот и сам у вас будет один одна видео независимо от того и кстати сергей а чёртю пишите что надо я сказал что сегодня в печати писал что для нашей команды среди вашим людям не надо заполнять и форму буквально через пару минут у вас будет сегодня я сегодня презентую команды чуть-чуть другой улучшенный сервис так что если кто-то написал что надо из моей команды да то есть чате или скайп чате то не надо я через час-полтора выложу новую новую интересную возможность поэтому вот все остальные пожалуйста все кто не в команде пожалуйста заполняйте форму буквально через пару минут у вас будет отличная видео ловушка которая супер супер вообще привлекает людей из социальных сетей лучше инструментов сейчас я уже сказал что за восемь дней больше тысячи человек на и команде и не могу сказать что сто процентов конечно благодаря девушкам нет но хороший процентов 30-40 так что всего вам доброго заполняйте форму кому нужно до встречи на вебинар я надеюсь что вам понравилось и я постарался привести к ричарда для то чтобы тоже алёна подождите нашему чате я все раскрою вот это вот сейчас на вебинаре вот конкретно форма заказа сайта это ведет на старую на старую форму так что и дам напишите найдите меня в контакте видите меня свяжемся перед добавились чат решаем тогда вопрос все ребят всем пока до встречи там завтра пока по тому же времени 6 вечера москва киев всем пока отнимаю вас пока